Приветствую вас, ну от страха не нужно избавляться. Дело в том, что страх свидетельствует о том, что есть некие потребности, некие желания, которые вы не можете в полной мере реализовать. И именно по этой собственно причине у вас и есть этот панический страх. С одной стороны. С другой стороны, можно истерить о том, что вы видите в чем-то для себя серьезную угрозу и соответственно, пока есть угроза, вы будете бояться. В общем, тоже мне кажется вполне закономерной истории, потому что в данном случае речь идет про защиту. Про защиту и про некую, скажем так, потребность в, например, защищенности. Вот. И я думаю, что именно на этом в первую очередь вам имеет смысл обратить свое внимание. Это первое. Второе. Как так вышло, что вы начали работать там, где или там, или как-то, чего вы боитесь? Как так вышло? Как так получилось? С чем это связано? На мой взгляд, это очень важный вопрос. Потому что вы не контролируете, получается, то, чем занимаетесь. Вот. Ну и чем конкретно связан ваш страх? То есть, чего именно вы опасаетесь и почему? Это тоже очень важно понять. Да? Может быть, вы боитесь задавать вопросы людям. Может быть, вы боитесь общаться с людьми. Может быть, что-то еще. Понимаете? Это очень важно понять. А вы для такого, не побоюсь этого слова, многогранного вопроса. Что, конечно, наводит на мысль о том, насколько вы заинтересованы в решении проблем. Ну вот. Дальше. Вероятно, у вас в вашем прошлом опыте было что-то негативное, связанное именно с вот тем, чтобы теперь вы боитесь. Панически. Ну, тут нужно разобрать опыт, который вы получили. Я думаю так. В принципе, это то, что на данный момент я могу вам ответить. А больше, пожалуй, сказать нечем. С исключением только того, что вы можете взаимодействовать со своим страхом, вы можете его рационализировать, вы можете определить сами, чего вы боитесь. Вот. Вы можете поразмыслить над тем, чего именно вы опасаетесь и, соответственно, что-то уже с этим сделать. Вот. Ну, например, самый такой простой способ, который вы можете облегчить свое состояние, заключается в том, что вы спрашиваете себя, почему я этого так боюсь, или даже не почему, а чего конкретно я боюсь, что худшего может случиться, что наихудшего может случиться со мной. Вот. И после того, как вы определите для себя, что наихудшего, именно наихудшего может произойти с вами, вы можете себя периодически спрашивать о том, случилось ли то, чего вы боитесь, или еще нет. Это как бы вот такой процесс, процесс, процесс рационализации, вот. Я думаю, что вы сами, попробовав немножко, сможете увидеть, что станет лучше, станет легче. Будет комфортно немного, но немного, потому что сам вот этот момент, что вы боитесь, да, вот именно момент, что вы боитесь, он так вот, просто сам по себе, наверное, не уйдет. Вот. И, соответственно, нам потребуется, область. Некие усилия для того, чтобы ситуация изменилась, изменилась. Вот. Я думаю, примерно, таким образом, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если бы понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас, и вы можете решить свои проблемы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.